Исследование газов – это клемано-дезорма. Сосуд соединен с манометром жидкостным и с насосом. Возьмем и повысим давление сосуде. Накачиваем. Сколько конкретно миллиметров, не так важно, все измерения относительные. В первый момент видим, как уровень опускается, значит, давление в сосуде падает. Но чем дальше все медленнее и медленнее, когда мы накачивали от быстрого сжатия диабетического воздуха, сосуде нагрелся, а сейчас его температура становится близкой к комнатной. В сосуде повышенное давление, температура комнатная. И следующее действие – мы соединим его с атмосферой. Конечно, лучше бы это делать не с помощью такого узкого крана, а с широкого клапана, на короткое время который открывается, и давление практически мгновенно становится атмосферным. Но все равно открываем. Давление опять начинает повышаться, потому что расширение было практически адиабатическое, и воздух внутри сосуда остыл, а сейчас он начинает нагреваться, приходить к комнатной температуре, давление растет. Все, собственно говоря, проделав два изменения. Адиабатическое расширение и изохарический нагрев, объем сейчас не меняется, мы можем определить такую важную характеристику газа, как отношение ЦП к ЦВ. Теплоемкости при постоянном давлении и теплоемкости при постоянном объеме. Они отличаются. Теплоемкость при постоянном давлении выше, потому что газ должен совершить работу при поднятии груза, который поддерживает давление. А при постоянном объеме вся энергия идет только на нагрев газа. А нагрев газа зависит от того, сколько в нем имеется степеней свободы у молекулы, поскольку каждая степень свободы берет себя по половинке РТ. Простыми действиями всего накачали да открыли кран, мы очень много можем узнать о том газе, который здесь находится внутри.